В книге Откровения, 16 глава, 13 стих мы читаем «И видел я, выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам». Дракон, зверь, лжепророк — это сатана. Речь идет о нечистых животных, потому что сатана — это абсолютно нечистое существо. Вся его внутренность наполнена грехом. Нечистые животные часто сравниваются с сатаной, который совершает чудеса. Это нечистые духи, и они отождествляются с лжепророками, о которых говорится в Евангелии от Матвея, 24 глава, 24 стих. В этом стихе мы читаем «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных». На сегодняшний день сатане под силу совершать различные сверхъестественные явления, такие как падение людей навзничь или всякого рода видения. Время от времени люди видят разные видения и думают, что они от Бога, тогда как на самом деле они от сатаны. Все это — сверхъестественные явления, которым можно дать одно определение — чудеса или знамения. В книге Откровения, 16 глава, 14-15 стихи мы читаем «Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в он и великий день Бога Вседержителя. Все, иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его». В этих стихах Бог говорит «Се, иду как тать». Эта фраза в Библии всегда подразумевает, что под прицелом Божьего ока находятся прежде всего церкви и общины. Эту мысль подтверждает первое послание к Фессалоникийцам 5, 3, где мы читаем «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве и не избегнут». Бог говорит о двух миллиардах людей, которые провозглашают себя истинно верующими. В книге Откровения, 16 глава, 15 стих мы читаем «Се, иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его». Стыд является неотъемлемой частью наказания за грех. И далее в 16 стихе говорится «И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Это и есть Армагеддонская битва. Само слово «Армагеддон» означает «гора в Мегидо». История этого слова восходит ко временам Ветхого Завета, когда Дибора и Барак взошли на гору и одержали великую поведу над Сесарой и его девятистами колесницами. В книге Судей, 4 глава, 13 стих мы читаем «Сесара созвал все колесницы свои, девятьсот железных колесниц и весь народ, который у него из Харошеф Гаима к потоку Кессону». В тот день Сесара и все его войско были полностью уничтожены. Эта история является яркой образной картиной Армагеддонской битвы. Однако, как нам все это понимать? Попробуем развить эту тему далее. В книге Ророка и Аиле, 3 глава, с 9 по 12 стихи мы читаем «Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ротоборцы, перекуйте орала ваши на мечи». Орала – это орудия труда, которые используются для возделывания земли. Они находятся в руках тех, кто думает о себе, что является делателем духовной жатвы, провозглашающим Евангелие в мире. Однако, в действительности, их Евангелие далеко от истины, оно не библейское. Читаем дальше. Где мы читаем о долине Иосафата? Во второй книге Паралипоменон говорится, что дети Моава, Аммона и Гарасеир восстали против Иосафата и вышли на битву с ним. Эта история также представляет собой яркую картину, надвигающуюся последних пяти месяцев в истории мира. Эти образы являются для нас неоценимой помощью в понимании того, что предстоит пережить мир. Итак, огромная армия выходит сражаться с царем Иосафатом и его иудейской армией. Бог говорит, как пройдет эта битва. Во второй книге Паралипоменон, 20 глава 16, стих мы читаем. «Савтра выступите против них. Вот они восходят на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины пред пустынью Иоруилом». Здесь говорится, что сражение начнется завтра. Напомню о том моменте в истории, когда вся иудейская армия взошла на скалу и воспела песнь, а в это время внизу происходила битва. В стихах с 22 по 24 мы читаем. «И в то время, как они стали восклицать и словословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, маовитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены, ибо восстали аммонитяне и маовитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их, а когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюство, и вот, трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего». Это и есть Армагеддонская битва. Именно на этот факт Бог укажет тем, кто будет оставлен на земле. Он скажет им, «Соберите все свои силы и сражайтесь, с чем хотите». И все, что они делают, это уничтожают друг друга. Теперь мы можем лучше понять отрывок в книге Откровения, 19 глава, с 11 по 14 стихи, где мы читаем. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненной, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним, на конях белых, облеченные в весон белый и чистый». Что это за воинства, которые следуют за Словом Божьим? Это все истинно верующие, потому что в этот момент каждый, избранный Богом ко спасению, будет уже находиться в полной безопасности со Христом на небесах. В 15 стихе говорится, «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя». Во второй главе книги Откровения говорится о победителях. Это все те, кто одержали духовную победу. В стихах 26-27 мы читаем, «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть нас язычниками». Слово «власть» в данном случае означает то же, что и авторитет. «И будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как я получил власть от отца моего». Другими словами, это и есть Армагеддонская битва. Но кто же будет совершать непосредственное сражение? Воевать друг против друга будут разные племена и народы. Они будут сражаться, гневаться на Бога и уничтожать друг друга. В этом заключается суть этой битвы. Есть еще одна ссылка, на которую нам следует обратить внимание. Она содержится в книге Откровения, 9 глава, с 13 по 18 стихи. «Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрате». И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные, головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Многие люди в прошлом ломали головы над значением этих стихов и пришли вот к какому выводу. Две тьмы тем, или, проще говоря, двести миллионов человек, это все те, кто будут воевать против Бога, потому что в этих стихах ясно говорится, что они будут связаны при реке Ефрат. Должен признаться, что и я, глядя на слово Ефрат, в этом отрывке понимал так, что речь идет о реке, которая протекала посреди Вавилона, а это означает, что двести миллионов человек будут представлять собой войско сатаны, которое будет сражаться в этой битве. Подобное толкование вы найдете практически в любом комментарии Библии на этот текст. Однако сегодня, когда Святой Дух открывает наши духовные глаза, на многие истины, мы тщательно изучаем Писание и понимаем, что слово Ефрат в Библии не имеет ничего общего с Вавилоном, несмотря на то, что эта река в буквальном смысле протекала посреди Вавилонского царства. На самом деле, Ефрат олицетворяет собой израильский народ. Поначалу, это может показаться довольно странным, но давайте образимся в книге Бытие, 15 глава, 18 стих. Здесь Бог говорит о земле, которая будет дана во владение израильскому народу. В этом,